Анатолий Васильевич Веселовский родился 14 марта 1933 года в городе Гороховце. Он был третьим ребёнком в семье. Его отец работал главным бухгалтером, мать-учительницей. Когда маленькому Толе исполнилось 7 лет, он уже умел читать, писать, считать. В свободное время любил гулять и ловить рыбу на пруду. Когда началась Великая Отечественная война, Анатолию Васильевичу было 8 лет. Пошёл, значит, в этот день рыбу ловить с мальчишками. Где-то часов до двух мы ловили. Приходим, около дома смотрим, что такое. Женщины плачут, мужчины, простите, курят. Я спрашиваю, что случилось? Война с немцами началась. Ну, поскольку война была до этого с финами, как-то она не очень была тяжёлая. Как-то мы мимо ушей пропустили и тогда обойдётся. Но не обошлось. Всех мужчин призвали в армию. Школу забрали под госпиталь. Анатолию и его школьным товарищам приходилось учиться в разных местах. Еды не хватало. Кусок хлеба выдавали по талонам. Анатолий Васильевич вспоминает, что однажды, когда он отправился за хлебом, у него украли талоны. До конца месяца вся семья голодала. Что пришлось делать? Ну, папа говорит, приходи ко мне на обед. Я прибегал заранее в столовую, которая была вне завода. Занимал очередь. Приходил отец, сажал меня рядом. И то, что мне так выдавалось, пополам делили. Приходилось очень тяжело. Очень тяжело было. Анатолий Васильевич вспоминает, как он посещал раненых солдат, рассказывал им стихи, пел песни. А поздней ночью забирался на крышу, чтобы посмотреть на самолеты. Уже после войны Анатолий Васильевич окончил 10 классов и поступил в авиационный институт. Сначала он выбрал строительный факультет, но после передумал и отправился учиться на механика. Я пришел и говорю, я собираюсь на третий факультет. Давайте ваши документы, давайте все то. Завтра придете в такое-то время, в такой-то кабинет, с вами будут беседовать. Я приехал, зашел, мне пропись выпустил, пришел в кабинет. Меня там спрашивают, ну почему-то именно этот факультет выбрал. И вот да, то интересовался все время и так далее. Начали мне вопросы задавать. Я неплохо отвечал. Сказал, ну хорошо, дай бог. После института Анатолия Васильевича по распределению отправили в наш город. Он лично принимал участие в 76 испытаниях ядерных зарядов и был в составе бригады, которая разрабатывала и проводила испытания самой мощной атомной бомбы.